Отец мировой педагогики Геон Азбулскамэнский. Возьмем Златоуц. Высший учителя церкви, все были без детей. Апостолы. Апостол Павел Ингелесиан, то другое. Мы не знаем, были жены или нет. Мы знаем, у Иоанна Конштадтска была для Совета. И они жили как брат с сестрой. Святой теперь называют, святой и праведный. Причины разные. Это по согласию. В Библии мы такие примерные не находим в Ветхом Завете. А вновь, это сплошь и рядом было. Когда канонизировали. Решили вдвоем помогать Деду Божию. Она там где-то ухаживает. Или в разном монастыре расписались. И все, никуда не смотрел. Да, у меня там есть жена. То другое. Я твердо держусь этого принципа. Те места Писания, которые говорили, нехорошо человеку быть одному. Они перешли в сталью апостола Павла. Хорошо человеку оставаться, как я. Для Бога. Для Бога. Никаких удовольствий. А если есть она, то она должна быть помощницей. Для Бога. А теперь, а кто под старость допоит, докормит? Я сам проглачу. Меня поить не надо. И Бог дает сыновей и дочерей, и столько, сколько у вас ни у кого нету. А мне 82-й год. Я еще ни разу не задумался, кто меня допоит и докормит. У меня все есть. Передом мы сбытки. Я приглашал от Сергия Ивумина, Схи Ивумина, сразу 200 человек. И 200 человек я могу обиходить и накормить. Ну, конечно, кухня будет работать на полную мощность. Причем у меня три русских печи еще в запасе. Я могу открыть двери. Так что, этот вопрос снятый. Часто ли вы ошибаетесь? Допускаете ли вы, что в чем-то неправо? Где, наверное, я слышу. Утром я занимаюсь и гляжу, как люди пришли. А потом я уткнулся, поднял голову. А во дворе никого нет. А во дворе храм стоит наш. Никого нет. Я думаю, что только вышел. А служба идет. Почему? Так батюшка вчера говорил. Часы переводил. А я не слышал. А кто-то зашел, а я ему сказал востолько. Это недавно у нас такое потеряйки было. Батюшка не говорил. А кто-то здесь сказал. Я говорю, а почему не в храме? Ну, и мы пришли туда. В четыре-то, никого у меня нет. Я поехал на велосипеде по домам собирать. А батюшка приехал, говорит, а я не говорил этого. Но я не мог этого знать. Во-первых, мне сказали. Я обеспокоился о людях. А где ошибаются? У меня удивительное дело. Когда я умировал, я еще святых отцов ни одного не считал. А уже через четыре месяца я стоял за капитрой проповедовал. И касалось дела толкований, эти толкования, я не могу объяснить это. У меня нет объяснения. Я их даю правильно. Потом я нахожу это у Златову, Симеона, Нового. Прямо почти дословно. А как вы это знали? Не знал я. Бог позволил сказать незнаемое. А потом я это буду конспектировать, смотреть. Что вот это сказал святой Иероним Средонский я нахожу. Но тогда я сказал это. Это Бог. Это избрание. Много званых, мало избранных. Когда я говорю, вот тщеславный какой. Меня Бог избрал на это. Я отвечаю вещи совершенно неслыханные. У нас тысяча, сто лет канон Андрея Критского. Покаянный канон. И никто не сдвигался с места. И мне на моменте Бог показал, что канон этот, третий час настоящего канона. Он написал, я бы узнал почему. Он произвез, подписал рукой своей, анатему Шестому Сиренскому Собору. И этот, его канон, это как 50-й псалом царя пророка Давида. Значит, нужно это возвести на вторую ступень. Прошение он сдал. Дай, 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 прости. Второе благодоление. Третье словословие. И меня спрашивают, а почему до вас никто это не делал? Я их раздражаю этим словом. Я говорю, потому что я еще не родился. А знаешь, как это звучит? Вы что себе думаете там? Не надо думать. Если не так, то скажите, почему вы не сделали? Моей рукой написаны дальше две ступени этих акафистов. Это на нашем сайте. Блаженна Фефилахт. Вот он где. Ни одного комментария за 900 лет. Я 297 комментариев расширяю даю. И вот так издал вместе с откровением. А почему раньше никто не издал за 900 лет? Потому что я еще не родился. У меня простая фраза. А теперь опровергните ее. До меня было такое вот. Это издание не было. Впервые за всю историю изданно. Вместе с откровением. Трудно. Мне это показано было. Я это сделал. Новый завет неполный. Дай-ка тут. И при том толкование. Лучше нельзя сделать. А поколимся. Сотец Геннадий Пас берет по всем святым отцам. Вот как дело обстоит. Какие у вас, возможно, были откровения или проявления божественных явлений? Я ни одного видения не видел за всю жизнь. Ни одного слова не слышал. Апостол Павел говорит, что людей требуют чудес, а Елен ищет мудрости. У меня ни того, ни другого нет. Но я молюсь. И вот спрашиваю. Стихотворение, когда я читаю. Вот только вчера не один тут, который насчитывает. А нельзя ли букву ЛИ? Нельзя ли, чтобы обратились ЛИ? Или впереди поставить? Разве нет? Я ему доказываю. Давай так. Так более слаженно будет считаться. Как стихотворение все-таки. Я ему доказываю. Нельзя. Нельзя по той причине. А самое главное, что мои стихи написаны нечеловеческим умом. Настолько они выше моего сознания. Я молюсь. Вот сейчас я сказал, что они будут писать. И как строка проплывает. Я четко считаю. Вот там. Ее нету здесь. Я его сразу записал. Только кончил. Я сразу записываю 35 строчек. И таких стихотворений 3467. И ни одной поварки нигде нету. С чистого листа. Это не бывает так. Я посмотрел. Черновики Пушкин. Он десятки раз за счет. Как Лехтолстой. Другое слово. Я не могу ни одного слова изменить. Когда дохожу до сути. Это настолько выше моего уровня образования. Я признаю, что это мне Бог дает. И поэтому я свободно апеллирую кому-то. Или передаю слова такие, которые и сам-то до конца не понимаю. Проходит время, и кто-то объясняет. И мне снова будет открыто. Я не слышал. Вот я говорил вам, как эта женщина просит переехать и не переехать из Италии. Из Италии просить меня помолиться в Алтайском крае. Теперь я месяц за месяцом, когда только говорю, ответ пришел. Место писания не послал. А теперь бери это место, иди к духовнику. Молитесь, поститесь, и что скажут, то и делайте. Видите как? Я все отдаю в Божьи руки. Нигде нет. Вот я так думаю, там что-то. Нет, я сразу ссылаюсь. Вот место писания, и оно трактуется именно вот так. Поэтому, а может, что ваши слова, истина в конечной инстанции? Именно так. Почему? Это слово Божие. Оно неизменное. Ни одна йота, ни одна черта не исчезнет. Я показываю написанное. Он не понимает, я отхожу от него. Потому что кто не исповедует Христа, пришедшего в оплоте, Духа Антихи, Состоябосителя. Все. Клеймо на нем уже стоит. Поэтому день и ночь надо проповедовать. Слушаю. Да. Сколько там еще? Ну, а он горит, что теперь уже все, с минуты нет. Ага. Сейчас, тогда последние пару вопросов, и все на это. Сейчас подзаряется минут пять. Не входит. Сейчас последние пять минут подзаряется. Последний вопрос. Продолжение следует.